Кафедрой командовал Гайдук, сначала подполковник, потом полковник. Кафедра перевооружалась. Танки Т-55 отправляли в Стрельну, а из Стрельны привезли уже каркасно действующий стенд секретного танка Т-80. Привез подполковник Озеров, а разгружал подполковник Гайдук и Степанов. Обратите внимание, как командует водителем один начальник и другой. Один показывает, крутить руль надо влево, другой говорит вправо. Идет разгрузка каркасно действующего стендера. Это был у нас одно время водитель такой подозрительный. Я его не помню даже. Ну, он в Мельком был, потом вот танком Т-55 пытаются заталкивать этот танк Т-80. Это в каком году было примерно, хотя бы? Это было в 85-м году, друзья. Хотя здесь, как во многих фильмах, сначала в 85-м году, а потом, может быть, в более ранний период. Ну, вот это еще майор Макиячук. И каждый командует, и каждому интересно покомандовать. Это там Константинов, кажется, это у Мельком, нет? Да. Заталкивают танком Т-55, заталкивают вот этот каркасный действующий стенд. И сам Гайдук, увы, покойник уже, не сел за очаги. Степанов отключил, когда-то капитан. Я думаю, что караторик все время не стоит, музыка слышна, наверное. Да, наверное, да. Ну, мы так время от времени можем что-то комментировать. А это первый корпус. А, ну да, вот рядовый с первым корпусом. Болельщики, да. Там гараж и был, да. Мы хажались в дворе. Болельщики, да? Вон, Борис Васильевич, что-то там. Васильев, Шаршов. А это кто? Я не всех знаю, потому что я тушил в 85-м, я в Лико работаю. Это исторический момент, значит, да? Да. Становка нового. Я вдруг потом стал полковником. Так вот, поставили там Т-80, а Т-55 сейчас повезем в Стрельну. На завод перевооружения. И везет подполковник в Олёд. В Экскабинке. Старший. Ну, вот здесь пригласил знаменитый. Когда-то был ректор Пушкарёв. Степан, он еще капитан. Бурка, вот смотрите, может, кто-то узнает. Себя, может, увижу, в чем дело. Нет, ты, по-моему, раньше был. Я раньше был. Да, конечно. Ты был тогда этот самый. Раньше, раньше, конечно. Да. Ну, вот строй. Лагерные сборы. Ну, там, где ты тоже будешь позже. Такой молодой и симпатичный. А это кто? Это Степанов. А, ну, я очень хорошо его знаю. Который сейчас уже подполковник и вообще старший преподаватель. Да. Фактически он, в конце концов, занял век с ним. А это Валис Васильевич, судя по своей, по своей мощности. Все, они по спине. Да. Вот была беседа уже с курсантами. Это приехали они. В Ромашках, по-видимому, да? Да, в Ромашке. Сейчас же они не в Ромашке ездят, а в Санон. Ага. То есть, ребята, я даже не помню. Ну, как, они сейчас являются кадрами нашего энергомашиностроения. Ну, это, наверное, да. Я надеюсь на это. Да, представители. Пушкарев. А, да, Пушкарев. У меня сейчас есть кадры, где мы вместе уже с новым ректором сейчас на сборах ездили летом. И со Станиславом Павловичем, заедущим. Мираж, птичка. С этой птички. Ну, начальство обходит место расположения воспитанников Туза. И только будущих инженеров. Производства, не только командиров производства, но и командиров настоящих. Идет обработка начальства, как административного, так и партийного. Да, 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 да. Побывали. Говорит барин. И уехал в Питер. Ну, слезу это. Ну, поехали, да. Ну, воспоминанием о Петербурге учеба была наполнена. Это Спасо-Преображенский собор и пушки, которые были захвачены в русско-турецкой войне. Это вы со студентами ездили, я так понимаю, наверное. Да. И у Василия Петровича Стасова идея возникла сделать ограду и стволов боевых турецких королей. По нашим право-дедушкам полили эти пушки. Вот в этом Спасо-Преображенском соборе находится личная икона, которая принадлежала Петру Великому. А это храм построен на месте съезжей избы или штаба гренадирской роты Преображенского полка, из которого отправилась Елизавета Петровна к власти свергать аннуля пульдом на самолитом Ивана Антоновича. У входа казенную часть стволов украшали углавые позолоченные орлы. И где вы такое огороду видели? А люди-то будут? Вот здесь были стволы. А люди-то будут, Владимир Михайлович? Да, люди будут потом. До Соснова и автобус. Ну, в общем-то, это дорога в ромашки. Вот я о чем и говорю, конечно, всем. Ну и там пешочком я шел немножко. Как раз переправа, где не очень модно. Да, такое ощущение, что-то прямо у Вас там было. Да. На сборах. Когда смотришь. Это вот так на сборах, да. А вот, наконец, ровно еще озеро. Да, ну так же. Вернем вот такие вот домики. Это Вы что ли, да? Да. Это Вас вы дали кому-то камеру, да? Да, подполковник озера, наверное, возможность снять. Для истории, ну, как всегда, что-то резкости нет. Вот так, вот я и смотрю, что резкости не очень. Да. Это Макийчук, когда-то еще майор. Так, я сделаю. А, это кто? Это тоже наш преподаватель. Этнического цикла. Это шатравка. Шатравка, но и не пенсионер. Я многих не знаю. Я знаю. Это все в ромашке. Значит, идет подготовка к торжествам. Надо-надо. Уроды, конечно, они непонятные. Иногда все-таки удавалось достать цветную плену. Да, два на восемь. Подготовка, как правило. Это офицер полка. Учебный полк. Для нашей слушателей. А, ну, я же помню его. Это подполковник Гнатьев, кажется, его фамилия звали. Макийчук. А, да? Это жена Степанова. И полковник уже, полковник Гайдук, который к очевидным лагерным учебным сборам вывез полковника. А Степанов здесь уже майор. Лагерная сбора – это не только шазарма. Это еще и танкодром, и филиконы. Вот на танкодроме вождение. Готовится на танке Т-55. Вождение. Это вот наши выпускнички на танкодроме. Да. Броня крепкая, танки наши. Да. Я осознавалил. Кроме хорошо. Учиться оно дело настоящим образом. На исходную надо бегом сбивать. Для вождения. Есть иногда. Вот как сбивают. Да. Еще бы знать, кто едет там в танке сидит. И вот, что оставили после наших. Да. Так это я уже… А, нет, это не я оставил. Это, по-видимому, каждый год оставляют. Да. Да. Ну, тут Степан от меня лечил смерть. Были сборы. Сборы было учение. Народное штабное учение. Завершение. Лайдера были сборы. Да. Да. Как в 1942 году. Это демонстрация эвакуации. Да. Стоп. Обед в полевых условиях. Да. Обед в полевых условиях. Да. Не очень резко там, да? Да. Вот там красиво, так красиво. Демонстрация самовытаскивания. Да. Стоп. Это очень жалко. Вот мне вот кто-то, когда себя здесь увидит… Это молоко привезли, что ли? Ну, как молоко… Молоко… Я не помню. Да. Просто обед первое, второе, третье. Там больше свинины в основном, да? Паунерка демшашки была. Это хулиганство. Это просто неиспользованную демшашку бросил господин макетчик. Ну, вот на тучениях там есть периоды ожидания тоскливые. Да, да, да. Необходимость маскировки. Ожидание время че, да? Да. Боевой листок, как положено, политработа, конечно. И вот на привале, как во время лайнера. Да. Грибы недалеко, по-видиму, да? Да, да. Это был Керман. Ну, и экзамен, по-моему, практической подготовки. И вот это уже заключительный экзамен на лайнере. Да. На лайнере. Да. Ого. 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 Это вы боевые нагады получили там, да? Ну, здесь еще очередной 1584 года. Вот и видно, да. Так это мой выпуск, я куратором был, ребята. Я и смотрю, знакомые лица. Мы тоже ездили за этим каркасно-действующим стендом этого нового танка. Ну, с базы возили. И подполковник Озерова, как преподавателя технической подготовки, назначали старшим и ответственным за транспортировку столь ценного груза. Вот я отвечал. И опять одну машину выводят, другую привозят. Это на сборах там, да? Нет, это уже с удовольствием привезли. Да, уже опять привезли еще очередную. Это Кривоненко, кажется, да? Да, Кривоненко. Угу. Угу. Вы признаете Владимира Николаевича? Потому что, чтобы... Повторение того первого кадра, который был. И вот эта катушка, эта пленка готовилась к показу, когда начальником был гайдук. Увы, ныне покойный. Ну, вот это им было, наверное, интересно. Но это тоже период, период перевооружения кафедры. Угу. Но еще когда стационарного парка, гаража, который там на дворе музыкального училища, еще не было. Угу. Угу. Ну, всегда движение техники и в кино. Это, мне кажется, интересно. Плюс наблюдатели. Да. Такие со стороны. Гайдук командует. Угу. Для того, чтобы другим танкам затолкнуть вот этот стенд, в котором все агрегаты, но нет ходовой части такой подвижной. Нет гусеницы. И, как всегда, Борис Васильевич со стороны внимательно созерцает даже. Тоже покойничек. А это кто? Начальник учебной части. А, начальник учебной части. Мартиненко. А, Мартиненко. Да. Ну, мы тут решили шапровка и пацаны без заталки. Ну, я считаю, редкий каток, что ли. Прицеплен, чтобы недалеко откатился, но в то же время, чтобы затолкнуть. Угу. Так. Ну, продолжение того же процесса, но бревно даже треснуло. Угу. 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 Ну, это та же самая процедура, поставили стенд и танк повезли на платформу, на трейлер и поехали стрельно. Жаль, что звука не хватает, там же ревет все-таки, ревет, в динамике все. А там вот каркас, это будущего корпуса Туза, нового, как он называется, справа. Главный корпус, да. Конечно, она сбивается. Вот посмотрите, как управляло к танкам. Туда-сюда, туда-сюда. Это был первый корпус. Увы. Ну еще ничего, ничего. Вот так раньше снимали. Нормально, нормально.